Посев и жатва, праздник урожая, густое виноградное вино, и люди стонут птицам подражая, и звезды льются в синее окно. На главной сцене артисты и поэты из Москвы и других городов России и стран бывшего Советского Союза. Народный фестиваль Роберта Рождественского растет и расширяется. Сегодня послушать стихи и песни его авторства приезжают из самых разных уголков мира. Масштаб фестиваля растет от года к году, отмечают представители группы ВТБ. Постоянные партнеры праздника. Я думаю, это уже такой не региональный, это даже не общероссийский, а мы видим, что в гостях есть гости из СНГ. Поэтому это такой более широкий праздник, не только природа, не только лес, не только реки, не только горы. В принципе, это вот та самая душевная сила, которую ты здесь заряжаешься, и которую потом живешь до следующего года. И тебя снова тянет сюда, ты приезжаешь, и это здесь какое-то место силы. Здесь стекаются, конечно, и литература, и профессиональное искусство, и добавляется музейный компонент Мемориального музея Рождественского. Здесь сегодня тоже открылась новая выставка. И, конечно, вот эта народная волна, народные гуляния. А справедливости ради стоит сказать, что в свое время, а это был 2007 год, рождественские тогда еще чтения зарождались все-таки как народный праздник. Я не знал тот факт, что мои любимые «Неуловимые мстители» звучат сопровождение стихов Рождественского и песни на его стихи как раз в этом фильме. И мы эти песни поем, а я даже не отдавал себе отчет, кто автор. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал, лучше корму только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Фестиваль в Косихе манит и звезд академического вокала. Владислав Косарев днем ранее выступал на сцене Барнаульской филармонии. Он поделился своим открытием. Певец нашел песню на стихи Рождественского и музыку Муслима Магомаева. Даже сейчас есть, на ютубе можно найти эту песню в исполнении Муслима Магометовича. Она слушается очень современно. Драйвовый, это такой хороший, стильный рок-н-ролл. Я представляю, что это было в то время. И тем не менее, ему разрешили это петь в приснившейся песенке. Столько, ну, какого-то, знаете, вот такого жизнелюбия, какого-то такого безудержной энергии. И я чувствую, что они когда, что один написал стихи, потом другую музыку, они, конечно, друг другу много чего наговорили хорошего. Вместе с растущей популярностью фестиваль не теряет первоначального народного колорита. Шукшин у нас, Золотухин, Евдокимов, Рождественский. Посмотрите, сколько у нас много. Панкратов Черный. Все вот с нашего... Это еще артистка-то это кто? Все с нашего... Алтайского края. Алтайского края, да. Мы очень даже, вот, очень даже рады, что наш Алтайский край ни в чем не отстает от других. Это наследие существует здесь у нас, вот, на расстоянии буквально, там, 30-40 минут езды от города. И было бы таким культурным преступлением не посещать такие мероприятия. Человеку надо мало, после грома тишину, голубой клочок тумана, жизнь одну и смерть одну. Я читала много-много стихов из цикла «Алешкины мысли» и заметила то, что Рождественский прям насквозь прочувствовала ребенка. Прямо как будто он сам был ребенком, как будто он сам ребенком написал эти стихи. Фестиваль творчества Роберта Рождественского в этот раз продолжался четыре дня. Мероприятия, помимо косихи, прошли в Барнауле, Алейске, Новоалтайске и Тальменке. Организаторы уверены, что и в следующем году у полюбившихся гостям праздник пройдет с размахом. А в том, что интерес к творчеству поэта не угаснет и через века нет никаких сомнений. Дарья Ярошина, Владислав Ковалев, День с толком.